Салют, пипо! Ну, сегодня пару слов о переносе новых карт Intel и их новом чипе для майнинга крипты. Далее посмотрим, какие обновленные процессоры нам приготовил AMD, а их там, дай боже, как много. Ну и под конец немножечко о том, какой дистрибутив Linux сказал пока-пока российскому сегменту IT. Итак, наш коллега с проекта Лаборатория Игоря сообщил, что серия карт алхимиков должны выйти уже в мае-июне, а вот образцы будут готовы буквально через неделю-вторую. Да, это немножко позже, чем мы с вами вообще рассчитывали, но хотя бы так. Сама же серия арк алхимик, она предназначена для продажи через несколько партнеров по плате, с которыми Intel в принципе уже имеет прочные отраслевые отношения. И если кто вдруг не в курсе, то напомню, что линейка арк алхимиков, они изначально будут нацелены на 4 рыночных сегмента, включая естественно сегмент производительности, который предназначается для максимально сложных игр ААА проектов. Ну и по заявлениям Intel, если обратить внимание на их софту, то та же технология XS возможно даже сможет обеспечивать нормально, стабильно, красиво игровой процесс в 4К Ultra HD. Так что да, легкий перенос карточек есть, но ничего, можно дождаться. Второй стул, на котором хочет Intel сидеть, это естественно майнинг. И ранее мы с вами уже обсуждали данную тему в видосах о их бананзо-майнере, но здесь подъехал еще один вариант для фарминга монет. Поприветствуйте! Новый FPGA Agilex серии M. Он предлагает естественно более высокую пропускную способность памяти, которая конкурирует с FPGA обычным. И согласно новому пресс-релизу, новый FPGA Agilex M серии, давайте будем называть его просто Agilex, так вот, Intel построили его на базе процессора Intel 7 и предназначен он для ускорения широкого спектра задач. То есть от высокопроизводительных вычислений HPC до хранения работы в сети. И все это естественно связано с тем, что многие из этих приложений, они предъявляют огромные требования к памяти, включая емкость, пропускную способность, задержку и энергоэффективность. Более того, Agilex уже обладает самой высокой в отрасли пропускной способностью памяти и встроенной памятью HBM DRAM. И тем не менее, этот новый чип включает в себя несколько других новых функциональных инноваций и функций для улучшения высокоскоростных сетей. Да, общие слова, ну, так позиционирует их Intel. Плюс вычисление распределения памяти для сетей, облачных и встроенных периферийных приложений. То есть, фактически Intel заявляет, что Agilex обеспечивает в два раза большую производительность на 1 Ватт, если сравнить с конкурирующим 7-нанометровым обычным FPGA. Ну, допустим, Xilinx Verso FPGA. К слову, это материнская компания, которая теперь принадлежит AMD. Помимо того, что это первый член семейства устройств Intel Agilex с памятью HBM2e, так вот новинки включают усиленные контроллеры для других современных технологий памяти. Это и касается и DDR4, и DDR5, и LPDDR5. Нехило, да? Так что будущие Agilex смогут обрабатывать огромные объемы данных, поскольку они поддерживают и PCI Express Gen5, Compute Express Link, 400G Ethernet и последовательные преемопередатчики, которые работают со скоростью до 116 Гбит в секунду. Ну, а релиз этого чуда планируется под конец данного года. Ну что, посмотрим, как будет выглядеть обновленная линейка процессоров AMD Ryzen 5000 и 4000 серии AM4 для ПК. Смотрите, AMD собирается родить как минимум 9 новых СКУ, ну, то есть в виде центральных процессоров, в которых будет использоваться сочетание различных кристаллов Xen, начиная от Xen 3D, Xen 3 Cezanne, Xen 3 Vermeer и Xen 2 Renoir. Так что давайте глянем, что они из себя представляют. Ну так, вкратце. Во-первых, у нас есть единственный чип Warhol, который основан на архитектуре ядра Xen 3D, и имя ему, естественно, AMD Ryzen 7 5800X 3D. На борту у камушка будет 8 ядер, 16 потоков и 100 Мб комбинированного кэша, благодаря дополнительному дизайну 3D Stacked SRAM, который объемом является 64 метра. Тактовые частоты у нас здесь будет 3-4 ГГц, а повышаться сможет, ну, то есть бустится до 4,5. При этом TDP-шка составит 105 Ватт. Что касается цены, то она будет примерно как и у 5800X, то есть 550 баксов, и это только в штатах. И хоть 5800X 3D будет явно дороже, чем Intel Core i7-12700K, в котором и ядеры потоков больше, но, извините мне, тут и кэш-память просто чудовищная. Кстати, можно сразу предположить, что этот камушек, если без приставки 3D, ну, то есть Ryzen 7 5800X без 3D, он будет стоить, наверное, баксов 400, хотя, может быть, даже и меньше. Ну, возвращаясь к нашей 3D-версии, вот тут мне было бы очень любопытно сравнить 5800X 3D вместе с Core i7-12700K, потому что там чуть больше ядер и потоков, но при этом у AMD-шки больше кэша, и вот посмотреть, как они там будут себя чувствовать, как в программах, так и в играх. Так, теперь процесс Zen 3 VR Mir, в лице Ryzen 7 5700X и Ryzen 5 5600. Начнем с перо. 5700X будет носить в себе 8 ядер, 16 потоков, частота в базе будет 3,4 ГГц, а в бусте 4,6 ГГц, при этом кэша у нас будет 306 метров, а TDP-шка 65 Ватт. Ценник вроде как 300 долларов, и это ставит получаться данный процессор на уровень с Intel Core i5-12600K. Далее у нас есть Ryzen 5 5600, здесь у нас уже, конечно, чуть попроще, 6 ядер и 12 потоков, но при этом частота 3,5 ГГц, а в бусте 4,4 ГГц, нехило. Кэш у нас здесь будет 35 метров, кэш у нас здесь будет 35 метров, то есть, как я понимаю, на 1 метр всего лишь меньше от предыдущего, но TDP-шка такая же 65 Ватт. Зато стоимость этого проса будет 200 баксов, и ему придется конкурировать с Intel Core i5-12400, который, кстати, продается немножко дешевле, и с его вариантом F. Думаете на этом все? Нет. Будет еще 3 новых СКУ, которые основаны на кристалле Zen 3 Cezanne. Здесь у нас уже речь больше, конечно, о APU-шках, то есть, о центральных процессорах с интегрированной графикой со встройкой. И они будут оптимизированы по стоимости, и вот поскольку не используют кристаллы именно APU-шек, то объем кэш-памяти тут будет, конечно, поменьше. То есть, нас с вами ждут Ryzen 7 5700, Ryzen 5 5500 и Ryzen 3 5100. Итак, смотрите, седьмая ряженка в лице 5700 будет носить в себе 8 ядер и 16 потоков, при этом всего лишь 25 метров кэша. Далее у нас Ryzen 5 5500 на 6 ядер 12 потоков, и все больше 19 метров кэша. Ну и третий замыкающий прост, назовем его бюджетным, это Ryzen 3 5100, 4 ядра 8 потоков, и с мелким, если даже не ущербным, извините на слове, кэшем в 6 метров. Но если мы говорим с вами по поводу ценников, то вот неизвестно за 5500, который вроде как по RRC будет 160 баксов, а значит он будет немножко дороже, чем Core i3 12300, но у него и больше ядер и потоков. Ну и, естественно, ценники за топовый Ryzen и за бюджетку. То есть топовый у нас как будет стоить, 5700 за 250 баксов, а бюджетка Ryzen 3 5100 за 120 долларов. Ну и напоследок по цпшкам, и больше вас не мучаюсь с ними. 4000 серия AM4 на кристаллах Zen 2 Renoir. К ним, естественно, относится топовый Ryzen 5 4600G, который будет перезапущен для сегмента D.U., то есть Do It Yourself, сам собираешь, у него будет 6 ядер и 12 потоков, базовая частота 3,7 ГГц и буст 4,2. При этом кэш-память составит 11 метров, и все это при мощности в 65 Ватт. Ценник же будет вроде бы как 155 баксов. Но это если мы с вами говорим за цпшки со встройкой. Есть вариант без встроенной графики. Это у нас, естественно, Ryzen 5 4500, 6 ядер, 12 потоков, базовая тактовая частота в 3,6 ГГц и бустится до 4,1 ГГц. При этом на борту каких-то 11 метров кэш-памяти, зато у нас 65 Ватт и 130 баксов цена. Но есть и самый бюджетный проц в лице Ryzen 3 4100 с 4 ядрами и 8 потоками. Базовая тактовая частота тут 3,8 ГГц, что в принципе неплохо, но бустится максимум до 4, но тут выше и, собственно, не нужно. Плюс 6 метров кэша, да, очень-очень слабо, но 65 Ватт ТДПшка. Цена в 100 баксов, и по факту данный камушек тождественный, Core i3-12100. Все, ребятки, с процами закончили. И крайняя новость на сегодня. Стало известно, что американская компания Red Hat ушла с российского рынка. Она полностью заблокировала все контакты с партнерами из РФ, а также заморозила все совместные разработки и многие другие направления работ. Если вы вдруг не в курсе, то поясняю, что в данном случае речь идет о блокировке самого популярного и продвинутого дистрибутива для корпоративного сегмента профессионалов Red Hat Enterprise Linux. И это не только первый подобный дистрибутив Linux, но и самый известный и скачиваемый, то есть очень популярен. Но, правда, ради стоит сказать, что и ранее Red Hat уже покидала российский рынок еще 2014 году, а через какое-то время возвращалась. Может быть, не знаю, ситуация, конечно, другая, но может быть вернуться опять же так же. И там они вернулись, насколько я знаю, так втихомолку, чтобы лишний шум не создавать. Но, к слову, Red Hat принадлежит IBM, а которая приостановила свое присутствие в России еще на прошлой неделе. Так что, вполне возможно, ситуация более серьезная. Ну что ж, друзья, на сегодня у меня для вас все. Спасибо вам большое за вашу поддержку на Патреоне и Donation Alerts. Это просто невероятно. Это архиважно с момента, особенно, особенно с момента, когда YouTube, к сожалению, обрубил мне монетизацию. На данном этапе это был мой единственный доход, которого и сейчас лишили. Поэтому тем, кто задонатил, даже если это там каких-то 50 рублей, какой-то 1 доллар и так далее, большое вам спасибо. Это очень и очень о многом говорит. Ну а с вами как всегда был Human, и, как всегда, кайфовые вам игры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok